Приключенческие экшен-игры Приключения Нейтана Дрейка за свою почти что десятилетнюю историю стали по сути визитной карточкой жанра экшен-адвенчур. Еще бы, приключения? Есть! Экшен? Ха, еще какой! И по всей видимости, экклюзивность ей нисколько не помешала. В 2016-м, впрочем, как и в прошлые годы, Uncharted стала главным систем-стеллером PlayStation. Ко всему прочему, ActiveSand может смело забрать с полки еще ворох наград, начиная хоть с ураганного геймплея и великолепной постановки, и заканчивая невероятно красивой графикой и детализацией мира. Главная серия Naughty Dog завершилась по-настоящему грандиозной игрой, доведя все лучшее, что было до нее, до невиданных ранее высот. Серия Hitman давно нуждалась в австряске, причем, кажется, ни у кого не было четкого представления о том, что же ей все-таки нужно. Ни у кого, кроме IO Interactive, которые сумели не только переосмыслить серию, вернувшись к корням, но и создать неповторимый дух приключений наемного убийцы, для которого не существует никаких преград. Одним из главных новшеств стала эпизодическая модель распространения, но, что самое интересное, в отличие от других игр, такое решение пошло новому Hitman только на пользу, создавая огромный потенциал реиграбельности и оттачивание мастерства бесшумного ассасина. Другой заметной чертой игры стали действительно разные, с огромным количеством деталей, раздавшиеся в ширину локации и открывшие огромный простор для планирования операций. Беря во внимание ряд других особенностей, вроде неуловимых целей или постоянно меняющегося геймплея, Hitman можно поставить в один ряд с главными играми года. Перед Dishonored 2 стояла нелегкая задача. За спиной у него был полюбившийся многим оригинал, и повторить его успех было уже само по себе непростой задачей. Однако Arkane сумели превзойти самих себя и подарили нам новое масштабное приключение, которое мы не скоро забудем. Студия в очередной раз демонстрирует, что мастерски владеет двумя ключевыми навыками — создание запоминающихся миров и внедрение уникальных игровых механик. Что касается первого, сменив Дануэл на Карнаку, разработчики не только показали свое умение делать мрачные и залитые солнцем локации, но и сменили тон всей игры в целом. Что касается второго, добавив в Dishonored 2 Эмили в качестве альтернативного протагониста, Arkane сумели наделить ее новыми способностями, в итоге получился узнаваемый, но в то же время самобытный персонаж. Учитывая впечатляющую вариативность прохождения, обилие возможностей комбинаций способностей и многое другое, можно смело назвать Dishonored 2 одним из самых захватывающих приключений этого года. Gears of War 4 ждала нелегкая судьба, и это было понятно с самого начала. Во-первых, проект стал дебютом студии The Coalition, и видеть кого-то кроме Epic Games в кресле разработчиков фанаты явно не хотели. Во-вторых, на плечи игры ложилась непростая задача, если не перезапустить серию, то как минимум положить начало новой трилогии. Вопреки всему скепсису, что окружал проект, шестерни закрутились с новой силой. Gears of War 4 — это хорошо узнаваемое продолжение, без революционных идей, без смены сеттинга или места действия. Именно таким оно должно быть у столь именитой серии. Всё, за что можно было любить гирзы раньше, в наличии. Ураганный акшен, запоминающийся дизайн локаций, и да, как хорошо знакомые старые герои, так и интересные новые. Gears of War 4 даёт чёткое понимание, что на планете Сера всё ещё неспокойно, а значит, нам ещё предстоит туда вернуться. С самого начала к The Division относились скептически. Хотя нет, с самого начала мы пускали слюни и всевозможные другие жидкости, глядя первые трейлеры. Виды зимнего Нью-Йорка завораживали, оперативники, одетые по последнему слову вокзально-бездомные моды, оказались нам куда ближе, чем закованные в броню солдаты. А вот потом появился скептицизм. Все знают, что у Ubisoft проблемы с играми, открывающими франшизы, новые тайтлы прохладно принимают как в прессе, так и среди игроков, и The Division пророчили такую же судьбу. И да, у неё был определённый ряд проблем. Да что там, некоторые из них не решены до сих пор. Но ты только посмотри на этот зимний Нью-Йорк и одетых по последнему слову в вокзально-бездомные моды оперативников, от которых хочется пускать слюни и всевозможные другие жидкости. Судьба Watch Dogs 2 во многом перекликается от The Division. Как-никак они обе выросли под крылом у Ubisoft. Она стала наследником одной из самых оскорбляемых игр, до появления No Man's Sky, разумеется. И пока со дна интернета всплывали зловонные комментарии, цветастые мамкины кулхацкеры делали свою революцию. Watch Dogs 2 — это эталонная работа над ошибками. Разработчики докрутили всё, что разболталось в первой части, приправили фан-сервисом для гиков, сменили маску грустного клоуна на весёлую, и вуаля! Получилось одно из самых ярких приключений года. Солнечный Сан-Франциско с радостью принял тех игроков, что умеют прощать и давать второй шанс. Он показал не только весело скачущих по крышам подростков, но и вариативный геймплей, обили интересных и, что самое главное, работающих механик. Так что прежде чем написать Watch Dogs 2 говно, я бы рекомендовал немножко подумать. Ubisoft в этом году нарасхват. Учитывая, что главную игровую серию французов в 2016-м можно было увидеть только на большом экране, а мы её увидели так и вовсе уже в этом году, им пришлось выжимать максимум из того, что у них осталось. И раз за Division и Watch Dogs я уже назвал, остаётся Far Cry, который, кстати, в начале минувшего года тоже порядком наделал шума. Начавший со всеобщего недоумения от сеттинга, в конце концов, не каждый день играя в шутер с копьями, Primal показал, насколько интересной может быть такая игра, оказавшись в диких условиях. Растоя в стороне катера, автомобиля и огнестрельное оружие, Far Cry Primal зашла с другой стороны. И если после каждой номерной части будет идти вот такой смелый эксперимент, то хочется пожелать Ubisoft побольше свежих идей. Таким нам запомнился 2016-й. Какое экшн-приключение, на твой взгляд, достойно звания лучшего? Голосуй на сайте goha.ru